Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз о недельной главе, потому что, к сожалению, как опять оказалось, не все ее успели читать. Вернувшись в Израиль, верит в Израиль после 20-летнего отсутствия, Яков узнает, что ему навстречу идет его брат Исау с вооруженным отрядом. Яков принимает меры для отражения угрозы, делит свой лагерь на два лагеря, молит Бога о помощи, шлет миротворчики и подарки Исау. В ту же ночь остается один и борется с ангелом. Победа за Яковом, но у него повреждено бедро. В память об этой травме евреям запрещено и всегда лишний мир кошерных животных. Яков получает новое имя Израиль, очная встреча Якова и Исауа, мирно расстаются. Потом неприятная ситуация, когда в шлеме сын кананского племени насилует Дину, дочь Якова, а затем, желая взять ее в жены, предлагают породниться с семьей. Сыновья Якова делают, что согласны, ставят условия, должны обрезаться, обрезаются. Но на третий день после массового обрезания братья Дина, Шимон и Льви врываются в город, убивают все мужское население. Яков отправляется в Бейтель, ставит там жертвенник, после смерти дворы, кормили церевки. Бог является Яковом, объявляет, что его имя Израиль. В пути Рахель рожитает Бениамина и умирает. Ее хоронят у народа в Бейтлэхе. И Исхак умирает в возрасте 180 лет. Якова и Исау хоронят отца. Вот коротко о недельной главе. Вообще надо читать недельную главу. Она показывает нам, как жить в этом мире. Она многие вещи открывает. Надо начать это. Начался неделя, возьми, почитай недельную главу. Раздели на семь частей, кусочками прочитай. И вот если ты начнешь читать, кусочек поможет тебе в этом мире. Теперь еще раз. Яков послал перед собой посланцев Кайсал. Об исторической встрече вот этого Якова и Сава написано много комментариев. Эта встреча определила ход многобекового конфликта между евреями и народами мира, который завершится лишь приходом Машеха. Она положила начало самым тяжелым испытаниям, выбавшим на долю сынов Израиля. Узнав, что идет на встречу Исава, с ним 400 человек, то есть мощнейший вооруженный по тем временам отряд, Яков, как написано, весьма устрашился. Принял необходимые меры, обратился с Богом к горячей молитве. И написано, что он воздел глаза в небо и заплакал. И сказал молить Бога о милосердии. И Всевышний обещал спасти его от всех несчастья. Вы знаете, вот сейчас, когда мы смотрим на все это, можно, многие видели кинохронику, еврейские лица из 6 миллионов тех, что сгорели в проламенной катастрофе. Вокзалы, женщины, дети, обреченные на смерть людская масса. И в основном они в серо-коричневом платье, пальто восточноевропейского покровия. Но могли присоединиться и меховые штрафы иерусалимские. Ведь в 42-м году танковые колонны Ромеля стояли в ворот подмандатной Палестины. В те времена казалось, что вообще остановить Ромеля нельзя. Ну что, боевых нету рядом. Британская армия, как всегда, готовилась к эвакуации, жгла документы. И в это время Равин, Йосиф Шлома Каханман, купил участок земли под Тель-Виву, заложил там камень, первый камень будущей эшивы. Люди думали, что он сошел с ума. Какая эшива? Бежать надо два дня. Но Рав Каханман сказал, что Бог не мог привезти евреев в Израиль, для того, чтобы они погибли. И продвижению немецких войск мешало только одно препятствие. Нехватка пресной воды. Это известная история. Впрочем, и это все легко устранилось. Немцы обнаружили водопровод, который отмеччане великолепно проложили в пустыне. Единственное, что интенданты Ромеля не знали только одного. Что прокладка завершилась накануне. И чтобы проверить, нет ли течи, британцы заполнили морской водой, потому что дефицитную пресну им жалко было тратить. Немцы заправили машину, все быстро напились сами воды. И с этой минуты победное наступление было сорвано. Более того, через два дня вся армия начала сдаваться, потому что она была погибшей. Как такое могло произойти? Как это? Что это? Чудо или случайность? Ну пусть каждый решит сам для себя. Как это сидит армия и пьет соленую воду? Сейчас нам трудно увидеть направляющую руку Творца во всех мировых событиях. Когда перед тобой стена, не видно, что там находится. Но если стену убрать, открывается широкая панорама. Кстати, Яков видел и другое лицо Исаава, когда он обнял его. И этим братским объятием Яков хотел убедить нас, что нет в мире Творца, Хозяина, что нет порядка, что все это случайно. Давайте вместе. Проявление существования мира случайно. Нет духа, нет высшей реальности. Есть только передовые технологии, перед которыми ничего. Ну человек это звучит гордо. Яков видел написано, как приближается тихая катастрофа. Душ, сердец нам. И он был в отчаянии, он молился перед Богом. Не дай нам исчезнуть. Всякий раз, когда Исаав попытается сжечь наши тела в крематориях, или истребить наши души материализмом, пусть его ждет неудача. И Бог принял, принял молитву Якова. А на месте вот этих пищатых ду, дюн, купленным Равом Каханманом, в тревожном 42-м году, возникла поневежеская ешива, одна из крупнейших мировых центров еврейской учености. И так будет всегда, потому что Бог с нами, браха нацлаха.